Приветствую вас, аноним. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Не знаю, что делать, пишите вы, мой муж ревнует меня к моему прошлому. Ну, здесь нужно сразу сказать, что ревность вашего мужа вряд ли имеет к вам отношение. То есть, ваш муж, он ревнует просто потому что. Я не думаю, что причина его ревности в вас. Я не думаю, что вы ответственны за то, что он вас ревнует. Я не думаю, что вы как-то виноваты в том, что он вас ревнует. Ревность это исключительно его проблема. И вам нужно для себя это зафиксировать. Что это нужно зафиксировать? Что его ревность, вот, это исключительно и целиком, и полностью проблема вашего мужа. Это не ваша проблема. Ревность имеет ряд причин. Ревность имеет ряд оснований. Ревность имеет ряд условий, по которым она образуется, вот. И, пожалуй, самыми главными основаниями является неуверенность в себе, отсутствие собственной значимости, страх одиночества, сравнение себя с другими людьми, и отношение к сексу, как к чему-то, ну, знаете, такому... грязному, скажем так. Вот. Другое дело, что вы в силу, аааа, уже своих особенностей, вот именно вы в силу своих особенностей, считаете себя ответственным за то, что происходит с вашим мужем. Вот это, то, что подлежит разбору. Ну, должно подлежать разбору. Потому что, потому что, вы не несете ответственности за своего мужа, вы не несете ответственности за его переживания, но, но, когда вы даёте ему обратную связь, ну, в том смысле, что поддерживаете его, поддерживаете его, значит, его такое отношение к себе, поддерживаете его, например, чувства, да, поддерживаете его поведение, потакаете его поведению, ааа, то, у него, ааа, 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 ширится, ааа, мнение о том, что вы действительно чувствуете себя виноваты, что есть, вот, вы, ааа, сами создаете такое ощущение, да, как будто вы, ааа, виноваты в том, что произошло. Хотя на самом деле это, ааа, не так, да, вы, ааа, не виноваты, и виноваты быть никак не можете, но, ааа, вы себя виноваты, судя по всему чувствуете. И вот это, пожалуй, ааа, ключевой момент, то есть вы себя сами, вы себя сами, считаете виноваты в том, что, ааа, с вами произошло. Хотя, в действительности, конечно же, это не так, да, то есть вы, ну, не можете быть виноваты. Поэтому вам, ааа, абсолютно ничего не надо делать. Ну, в этой, в этой ситуации. Вот вам, вам, абсолютно делать ничего не нужно. Вот. То есть, это проблема мужа, он от нее страдает, он хочет страдать, ему это может быть нужно для чего-то. Пускай, пускай, это исключительно его право. Вам не нужно позволять, ааа, только вовлекать себя в эти самые, вот, игры. Да, то есть вам не нужно, ааа, позволять, ааа, позволять мужу, ааа, вовлекать в себя, вот, в подобные, ааа, игры. Вот. Хочет ревновать, пусть ревнует. Если хочет ревновать, пусть ревнует. Никаких проблем с этим, я думаю, нет. Вот. Но не нужно, не нужно вовлекаться в это вам самостоятельно. Вот. Если вы вовлекаетесь из-за чувства вины, то чувство вины, это, как правило, из прошлого. Да, тогда это внутреннее обвинение. Так. Постоянно выискивают старые фотографии в чужих социальных сетях, ааа, фотографии двух с половиной, ааа, два, пяти, десяти летней давности. Ну, здесь, как, скорее, ааа, мужчина играет, ааа, в игру, ааа, попался в Суперсейн, вы можете посмотреть эту игру в интернете, ааа, что, что она значит, как эта игра вообще проходит, ааа, вот, ее, ааа, значит, ее основным, ааа, моментом является то, что, человек, по сути, ищет, ааа, подтверждение своих слов, ааа, своих мыслей. То есть у человека есть позиция, а, например, что, вот, он ревнует, и ему нужно найти подтверждение того, что он ревнует. То есть, ну, ему нужно найти просто, ааа, подтверждение этого факта. И он, он, ааа, ищет подтверждение этого факта и находит. Ну, как любой человек, да, если кто-то что-то ищет, то он, обязательно, это найдет. Это, ааа, нормально, это, ааа, вполне, ааа, логично. Да? Вот. То есть, мужчина просто-напросто, ааа, пытается найти подтверждение по своей позиции, при этом не желая сам свою позицию менять. Вот. Но, ааа, самое главное, что у мужчины не сталкивается с последствиями своих действий, об этом я, наверное, расскажу чуть позже, немножко чуть-чуть позже. Так, видишь, что где-то с мужчиной делает скринжеты, а отправляет мне. Зачем? Зачем? Для чего отправляет скринжет? Ааа, понимаете, я не хочу вас обвинять, ааа, в чем-либо. Вот. Но, может быть, может быть, вы, ааа, не совсем верно с ними выстроили отношения, может быть, когда-то, ааа, была ложь между вами. Пусть ложь небольшая, пусть ложь, ааа, маленькая, но ложь была. Ааа, потому что то, что вы описываете, очень похоже на недоверие. А недоверие это всегда, ааа, реально. То есть, если даже мужчина, предположим, ааа, патологический ревнивец, да, если мужчина патологический ревнивец, то, все равно, ааа, все равно, должны быть основания, по которым он так себя ведет. То есть, почему он это делает, почему он выискивает, то есть, возможно, вы никогда не сказали ему. Ааа, сразу или что-то еще, еще. То есть, не были выражены его чувства, его чувства, например, ааа, ну, допустим, его чувства, ааа, сомнения. Да, пусть вот, именно, ну, именно его, его сомнения, его, эээ, какие-то, может быть, страхи, может быть, эээ, что-то, что-то еще. Вот. Понимаете? Какая ссора. Я, конечно, не знаю, как обстоят дела, но, может быть, может быть, в этом тоже есть какие-то аспекты. А потом он с Хиттнером говорит несколько дней. А у нас, соответственно, здесь человек избегает своей близости. То есть, есть такие люди, которые избегают близости. Другой, духовной, эмоциональной, сексуальной близости. Вот. Ну, они просто избегают ее. Они боятся близости. И очень многие люди ревнуют, в том числе и потому, что боятся близости. Вот. Как это не, эээ, как это не печально и не парадоксально звучит. Вот. Если это так, да, то есть, ну, тут можно поанализировать, да, можно поизвечать, посмотреть, поисследовать. Вот. Если это так, то это, опять же, по ссылке можно сказать, что мужчина играет в игру, как он называет скандал. Вот. И его игра, игра скандал, она, ну, тоже, в общем-то, направлена именно на то, чтобы избежать с вами близости. То есть, вы, опять же, здесь ни при чем, если только вы от него с этого начала не скрыли, не скрыли, да. И мужчина, он, соответственно, как-то вот себя, ну, не выразил, да. То есть, как-то вот он, эээ, не выразил свои чувства, а вы не отреагировали на эти чувства, как-то вот, ну, адекватным, каким-то адекватным образом. Понимаете? Вот. То есть, тут я, я понимаю, да, что, в общем-то, что здесь могут быть разные причины, разные моменты. Эээ, вот. Но, тем не менее, давайте пока, пока вот так. Пока-то. 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 Дальше. Идем. Раньше встречалась с молодым человеком, которого он знал, они были из одной компании, просто были знакомы. Теперь мужчина изводит этими спросами, опросовым и скидыванием фотографий. Эээ, ну, вы понимаете, эээ, то, что здесь, опять же, не совсем ясна, эээ, не совсем ясны причины. Такого поведения. Эээ, вашего мужа. То есть, эээ, понимаете, с одной стороны, с одной стороны, эээ, мужчина ведет себя, да, достаточно негативно и плохо. С одной стороны. То есть, понятно, что это, эээ, ну, что это, эээ, реальность и так далее. Это понятно. Но с другой стороны, это началось, когда? Вот, эээ, ну, по факту. Это началось, когда? Это началось, эээ, до или после, эээ, заключения, эээ, брака. Вами. Вот мне кажется, что это, эээ, ну, как минимум очень важно. Как ми, не как минимум. Вот. Потому что, эээ, если, если это началось, эээ, после, эээ, заключения брака, что, соответственно, ну, что-то, наверное, послужило, причине, причиной, эээ, такому, ну, такого поведения мужчины. Вот. Ну, понимаете? Эээ, поэтому мне кажется, что здесь, ну, вот, эээ, тоже нужно смотреть и разбирать. Ладно? Что и как вы делали? Что и почему вы делали? Вот. Ну и, соответственно, и так далее. Дальше, так, эээ, мне двадцать семь, ему тридцать четыре. Он был женат около восьми лет. Эээ, ну, опять же, да, на нем, эээ, как бы, вы делаете выбор. Мужчина. Да? То есть это выбор, вот, исключительно ваш. То есть это выбор не, это выбор не наш. Это выбор исключительно и только ваш. То есть вы, зная, что мужчина, эээ, там, имеет за плечами, за плечами, эээ, неудачный брак, вы выходите, вы, как бы, с ним начинаете, эээ, встречаться, там, и так далее. Вот. При этом непонятно, интересуетесь вы тем, что, эээ, ну, там, что, что стало причиной, эээ, распада брака или нет. Ведь это важно. Зачастую это, эээ, прямо-таки напрямую может влиять на, эээ, ну, на вас. Зачастую это может напрямую влиять на, эээ, на ваши отношения. И это уже влияет на самом деле, да, на ваши отношения. Вот. Ну, потому что. То есть тут, эээ, тут, тут, тут вот история, она такая. Понимаете. То есть это, эээ, вы, получается, эээ, не поинтерес, не поинтересовались, эээ, у, своего мужчины, да, не посмотрели, эээ, что стало, так скажем, причиной, А его расставание с женой, женой, вот. Почему, это уже вопрос. Опять же, к вам, скорее. Дальше, мы ждем ребенка. Опять же, аноним. А вы ждете ребенка как давно? То есть, ждете вы ребенка, ну, начали видеть ребенка уже до или после того, как муж стал себя так проявлять. То есть, вы ждете ребенка, а вы это к чему написали? Почему мы ждем ребенка? Ведь, у каждого из родителей свое отношение. Ну, к ребенку. У вашего мужа вот такое отношение. И, может быть, именно оно, такое отношение, и стало причиной. То есть, может быть, муж, увидя, что вы скоро станете мамой, да? Начал более, так скажем, ну, более пристально, более серьезно за вами, там, допустим, следить и так далее. Вот. Может такое быть? Вполне. Вполне. Такое вполне может быть. Вот. То есть, тут опять же, опять же, вот какую роль играет ребенок, да, это нужно выяснить. Вот оно что, ну, так просто нельзя так просто сказать, вот что вообще с вами происходит на данный момент. Ну, слишком много непонятных и непонятных вещей. Вот. Дальше. Я не знаю, как быть, как реагировать. Как быть, чтобы что? Знаете, если вы хотите поменять своего мужа, допустим, это одно. Если вы хотите поменяться сами, это другое, другое. Если вы хотите вот именно, ну, именно сами поменяться. Это другое. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, сначала вам нужно определиться со своими целями. Цели вообще какие? Вот. Сохранить семью хорошо, какой ценой. То есть, что вы готовы делать для того, чтобы сохранить семью. Вот. Ну, конкретно. Гопробовый ли вы что-то делать для этого. Вот. И так далее. То есть, определите цель, к чему вы хотите. Понятно, да? Далее. Эммм. Следующий, следующий аспект, который я считаю необходимым вам, значит, ответить. Реагировать. Реагировать. Реагировать, вообще говоря, не нужно никак. Любая реакция, любая реакция послужит только еще большему, может, ухудшению отношений с вами. Потому что реакция, еще раз, вот реакция, означает, любая реакция означает, что вы виноваты, что вы виновны, что вы действительно там, ну, в чем-то замешаны и так далее. Понимаете? Вот. Поэтому реагировать лучше вообще никак. Вот. Дать ему понять, что это исключительно его проблема. Вот. То есть, понятно, что, ага, значит, со своей стороны, да, вот именно, со своей стороны, стороны, а вы, может быть, может быть, вы что-то, что-то и сделали. Такого, 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 да, ну, негативного, со своей стороны. И, если это так, да, то, в принципе, можно, там, ему один раз, один раз это сказать, один раз ему донести мысль и, в принципе, больше, как бы, не надо. Вот. Вот. А дальше уже пусть он сам. Дальше уже пусть он сам. Реагирует. Реагирует, ну, ну, никак. Реагирует, вы, вы, вы подтверждаете свою вину. Только и все, только и все. Вот. Реагирует, вы ничего не добьете. Дальше... Так, психологами ты не хочешь, а просто и, а я просто тоже удалить не могу. А, понимаете, вот это еще один очень важный момент, что, а, дело не в прошлом. Дело не в прошлом. Если бы не было прошлого, да, то мужчина, он, скорее всего, нашёл бы что-то ещё. То есть он бы нашёл ещё какие-то вещи, да, которые можно было бы вам, по сути, предъявить. Понимаете? Вот. Поэтому я не думаю, что дело здесь исключительно только вот в этом. То есть я не думаю, что здесь дело именно в том, что вы что-то сделали не так. Я думаю, что дело здесь именно в нём. И в вашем отношении к прошлому, то есть вы себя вините за это, за это прошлое. Если это действительно так, если вы себя вините, да, то избавиться от чувства вины, пристать себе вините. Можно, нужно, и в этом я могу вам помочь. И любой из психологов может вам в этом помочь. Потому что это, ну, у нас всё работает. Вот. Понимаете? Понимаете? И, и, только если, вот, понимаете, да? А, только если вы перестанете себя винить, а, только если вы, ну, возьмёте, 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 вас пересмотрите свою позицию к этому аспекту, да? И будете вести себя, скажем так, ну, более, может быть, уверенно, более, может быть, адекватно, аммм, ну, практично, вот. Только в этом случае у мужчины есть реальный шанс измениться. Вот. Ну, в принципе, как, как и у вас. Да? То есть поменяетесь вы, поменяется он. Не будете меняться вы, а не будет меняться он, к сожалению. Вот. Тут по-другому, по-другому тут никак не получится. Вот. Ага. Поэтому это, это, вот, в принципе, то, что вам нужно понять. Да? Вот. Если вы себя обвиняете за что-то, мужчина это чувствует, и, соответственно, он реагирует. Вот. И только когда он сам, мужчина, останется один на один со своими проблемами, только когда он увидит, что, вот, что вы выразили то, что могли, да, сделали то, что могли, а больше вы не можете, что от вас требовать? Да? Как бы. Вот. Вот. У него будет выбор. У него будет выбор. Либо он продолжает вас обвиняться, либо он осознает проблему. Вот. Вот. Ну и личные границы, аноним, безусловно, тоже важны. То есть, говорить можно нет, а отстаивать свои позиции по тому или иному вопросу. Вот. Показывать ему, что чего-то делать вы не будете. Это тоже очень важно. В целом, из меня больше беспокоит, конечно, именно вот этот вот момент, что вы как будто не знаете, как будто не знали, за кого вы ходили и от кого вы ждете ребенка. То есть, вот такое ощущение, да, что вы внезапно столкнулись с ревностью человека, а так не бывает. И такое впечатление, что у вас с мужем достаточно мало чего, ну, связывает именно вот, как людей. Вот это вот меня настораживает, потому что складывается ощущение, что муж вам нужен для чего-то. То есть, вы его не только любите, есть еще какие-то чувства у вас, например, потребности какие-то, может быть, что-то типа того. Вот. Вот, примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Собственно, цель, цель, запрос, вот. Обратите внимание на то, что вы ведете себя как жертву. То есть, в треугольнике Карпмана, можете посмотреть про него в интернете, в треугольнике Карпмана вы занимаете позицию жертвы. Мощь занимает позицию тирана, агрессора, диктатора, который вас тиранизирует в своей ревности. Позиция жертвы характеризуется отсутствием личной ответственности. То есть, например, вы говорите, что я не могу удалить свое прошлое, допустим. То есть, о чем, о чем это говорит? О том, что вы его стыдитесь. Но есть ли вам реально чего стыдиться, ведь вы это все делали, потому что, ну, потому что хотели, потому что вам это было интересно, вам это было нужно и так далее. Разве нет? Я думаю, да. Насколько, что вы стыдитесь этого. Понимаете? Вот это. Это. То, о чем в первую очередь стоит с вами разговаривать. Принятие себя. Принятие себя. Принятие своих действий. Принятие своих решений. Ну вот. И отсутствие вины за то, что вы сделали. За то, что вы сделали, точнее. Вот. Понимаете? Какая история. Это важно. И только, только через подобный подход, да, вы перестанете подкреплять позиции мужа о том, что вы, вот, дескать, ну, такая плохая, да, что вот вы, там, с кем-то встречались и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вы правы в том, что прошлое действительно нельзя изменить. Но его и не нужно менять. Но его и не нужно менять. Ибо это опыт. Это наш опыт, который мы сами получаем, как бы, ну, в жизни. И этот опыт делает нас теми, кто мы есть. Если бы не этот опыт, то вы, возможно, ну, возможно, да, я вот говорю, да, что, ну, возможно, 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 вы не были бы той, кем вы, кто вы сейчас есть, и той, кто понравился вашему мужу. Понимаете? Вот. Основная проблема заключается в том, что ваш муж хочет вас поменять. Вот. И вы себе хотите поменять. Он вас не принимает, такой, какая вы есть, и вы себе такой, какая вы есть, не принимаете. И с этим можно и нужно, конечно же, работать. Вот. Но для этого, еще раз повторю, да, для этого нужны ресурсы. То есть, ну, время, время нужно, желание нужно, вот, чтобы вы, как бы, ну, чтобы вы понимали, что это определенная работа по отпусканию своего прошлого, по освобождению от чувства вины и так далее. Вот. Вот. Это именно процесс. Это именно процесс. Понимаете? Вот. Это то, что я могу вам ответить, это то, что я могу вам сказать. Вы можете, в принципе, еще посмотреть тему созависимости в интернете. Тема созависимости в интернете также есть, когда человек, как будто, ну, как бы, как бы берет ответственность за чувство другого человека, что является прямым путем к зависимости. Не забудем от другого. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будратоночь», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует...